Позади больше 5000 километров пути. Участники автопробега стартовали 11 сентября из Санкт-Петербурга. На сегодняшний день они проехали 25 городов России. 26-м стал Новокузнецк. Его посетили в том числе и потому, что южная столица Кузбасса участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Первые впечатления по прибытию – о качестве дорог. Вы знаете, приятно порадовали. У вас дороги, особенно мы ехали из Новосибирска до Новокузнецка, очень хорошие дороги. И из Омска до Новосибирска тоже хорошие дороги. С разметкой. В колонне автомобили «Лада Веста», «Ларгус», «УАЗ», автобус «Нифас» – машины с завода оснащены газобаллонным оборудованием. Участники пробега намерены доказать, что по стране можно путешествовать на транспорте без использования бензина. Это выгодно. Средним газомоторное топливо обходится на 3 рубля дешевле. При больших пробегах экономия может достигать и нескольких сотен тысяч рублей. Ещё один плюс – экологичность. От пяти раз уменьшается количество выхлопов различных. Второй момент – там нет вообще ничего с серой связанного. То есть в любом топливе, который есть, особенно дизельным, там всегда присутствует серая. Поэтому это окислозота, окислы серы. Здесь этого ничего нет. По словам участников автопробега, серьёзных поломок в пути не было. Двигатели на газе хорошо переносят длительные поездки и нагрузки. Что касается сети газозаправочных станций, в плане развития есть ещё куда стремиться. Их количество необходимо увеличить. А главное – требуется улучшить условия для посетителей. Например, обустроить кафе, санузлы и другое. С властями городов участники обсудили перспективы газозаправочной инфраструктуры. У нас сегодня на территории города Новокузнецка 5 ГНКС уже есть заявки от частных инвесторов на строительство ещё двух ГНКС. Это в Новолинском районе и в Орженкинском районе предоставлены уже земельные участки, идёт проектирование. И в следующем году начнётся строительство ещё двух ГНКС. Ну, соответственно, развитие инфраструктуры ГНКС, мы понимаем, это создать привлекательность для автомобилистов, для предприятий по переводу своей техники на работу на газу. В Новокузнецке гости посетили завод по производству сжиженного газа, музей-заповедник Кузнецкая крепость и другие достопримечательности. Далее в маршруте Кемерово, Красноярск, Усть-Кут и другие города. Финальная точка путешествия – город Мирный. Общая протяжённость пробега составит 8 315 километров. Алексей Богатов, Константин Шабалдин. Новости НОВОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok